Слияние и поглощение в эфире Первого делового. Здравствуйте. Миллиардные сделки с участием всемирно известных компаний в программе далее. Объем крупных сделок МНА в фармотрасли США упал до минимума за последние пять лет. Компании не спешат заключать договора из-за проблем с налогообложением. В пересмотре законодательства не планируется. В начале года фармкомпании, воодушевленные обещанием Трампа, готовились к буму МНА. Предполагалось, что изменения позволят американским корпорациям репатриировать миллиарды долларов ликвидности, накопленной за рубежом. То есть не уплачивать налог по ставке 35%. В общей сложности сумма сделок менее 13 миллиардов долларов. Является самой низкой для такого периода с 2012 года. Крупнейшей мировой сделкой 2017 года в отрасли является поглощение швейцарской биотехнологической компании Actelion, за которую Джонсон и Джонсон заплатят 30 миллиардов долларов. В этом случае Джонсон и Джонсон смогла использовать запасы ликвидности за пределами США, не уплачивая американские налоги. Акционеры Yahoo одобрили слияние с оператором Verizon суммы сделки 4 миллиарда 480 миллионов долларов. Yahoo теперь переименуют в Altaba среди активов, которые они сохранят, пакет в Alibaba Group Holding и Yahoo Japan. Новое название компании – это сочетание слов Alternate, чередовать, и Alibaba. Слияние Дюпон и Доу Кимикал одобрил Минюст США и без дополнительных условий. Теперь нужно лишь одобрение суда. Компании получили разрешение на свое слияние во многих юрисдикциях, в том числе в Европе, Бразилии и КНР. При этом для получения его и в Еврокомиссии Доу и Дюпон согласились продать часть своих активов. По словам представителей компании, вслед за слияние последует их разделение на три лидирующие в своих отраслях независимые инновационные компании, что обеспечит значительные выгоды для всех акционеров. Компании подтвердили, что предполагают завершение сделки в августе 2017 года. Дюпон и Доу подтвердили, что их слияние обеспечит синергию расходов в размере 3 миллиардов долларов. Советы директоров компании единогласно одобрили слияние равных 11 декабря 2015 года. Их совокупная рыночная капитализация на тот момент составляла 130 миллиардов долларов. НБУ упростил процедуру слияния банков. Нововведение должно ускорить процесс объединения с полутора лет до трех месяцев. Теперь банки-участники реорганизации подают пакет документов для получения предварительного заключения НБУ о согласовании проекта плана реорганизации. После наблюдательные советы созывают общее собрание банков-участников. В результате Национальный банк дает разрешение, которое публикуется в течение трех рабочих дней. Основной плюс в том, что НБУ будет принимать решение о согласовании реорганизации еще на этапе планирования этого процесса, а не по факту выполнения. Поташ Корпорейшн находится в процессе слияния с американским гигантом Агриум. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие месяцы. Это приведет к созданию глобального гиганта на рынке удобрений. Кроме того, розничный бизнес Агриум должен компенсировать ценовые риски в условиях нестабильности на оптовом рынке. В целом, долгосрочные перспективы для отрасли удобрения достаточно позитивны. Причиной является все растущее население и сокращение пахотных земель, что, безусловно, ведет к росту спроса на удобрения. Цены на калий, по мнению экспертов, уже достигли минимумов. И Агриум по существу завершили многолетние программы капиталовложения, позиционировавших их в качестве производителей недорогих удобрений. Японская компания покупает у Alphabet разработчика роботов Boston Dynamics. Подробности соглашения не раскрываются. Неизвестно также, останется ли Boston Dynamics структурным подразделением холдинга SoftBank или будет передано фонду WizenFund. Параллельно с этой покупкой SoftBank договорился и о приобретении японской Shaft. Shaft занимается разработкой двуногих, в том числе антропоморфных роботов. VisionFund – инвестиционный фонд, основанный владельцем SoftBank Masayoshi Sonam, занимается инвестициями в технологические компании. Boston Dynamics – известная разработка различных шагающих роботов. Компания стала знаменитой в 2005 году, когда представила разрабатываемого для военных четырехногого робота BigDog. Позднее компания создала различные модернизированные версии этого аппарата – Cheetah, LittleDog и Spot. Наибольшей популярностью пользуется разработанная компанией антропоморфно-универсальная роботизированная платформа Atlas. В 2015 году этот робот в составе разных команд участвовал в соревнованиях роботов DARPA Robotics Challenge. Boston Dynamics принадлежала Alphabet с 2013 года. Johnson & Johnson купила швейцарскую биотехнологическую компанию Octelion сумма сделки 30 миллиардов долларов. Сделку планировала закрыть во втором квартале 2017 года. На прошлой неделе Еврокомиссия ее одобрила. Octelion была основана в декабре 1997 года. Занимается разработкой и коммерциализацией инновационных лекарств. Штат сотрудников насчитывает более 2,5 тысяч человек. Компания работает на рынках Европы, США, Японии, Китая, России и Мексики. Штаб-квартира расположена в городе Альшвилле, Швейцария. Johnson & Johnson – крупнейший в мире производитель товаров для здоровья. Основанная в 1886 году. Объединяет более 260 компаний в более чем 60 странах. Штат сотрудников насчитывает приблизительно 126,9 тысяч человек. Microsoft покупает израильскую компанию Hexidite. Финансовые условия сделки не раскрываются. Однако ранее израильские СМИ сообщали, что Microsoft могла заплатить за компанию около 100 миллионов долларов. Основанная в 2014 году Hexidite зарегистрирована в Израиле. Там находится ее исследовательский центр. Однако штаб-квартира компании располагается в Бостоне. В 2016 году Hexidite привлекла 8 миллионов долларов инвестиций. Предлагаемое Hexidite программное обеспечение сообщает об уведомлениях, производимых антивирусами и фаерволами, а также оценивает срочность реагирования на вредоносную активность. Компания упрощает процесс идентификации угроз, позволяя клиентам уделять внимание более серьезной кибербезопасности. В 2017 году Microsoft заявляла о планах продолжать инвестировать более 1 миллиарда долларов в исследование и разработку технологий кибербезопасности. Израиль стал одним из ключевых регионов в этом отношении. В этой стране к началу 2017 года, по данным Microsoft, начитывалось 450 стартапов, работающих в сфере информационной безопасности. На их долю приходилось 20% мировых eBay-инвестиций. Агрохолдинг «Кернел» стал владельцем 100% доли компании «Украинские аграрные инвестиции». Цена – 155 миллионов долларов. В начале июня «Кернел» выкупила 92,1% долю украинских аграрных инвестиций. Под управлением «Украинских аграрных инвестиций» находится более чем 190 тысяч гектаров, арендованных сельхозугодий и зернохранилищ объемом 200 тысяч тонн. Занимается производством сельхозпродуктов. В структуру холдинга входит свыше 70 хозяйств в Северной и Западной Украине. «Кернел» – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла. С 2007 года акции компании торгуются на WCE. Земельный банк компании «Кернел» до заключения сделки составлял около 390 тысяч гектаров. Дочка британская EDNF «Маншуга» покупает актив «Сандоро». Антимонопольный комитет Украины уже дал разрешение. Попсика не планирует продажу самой «Сандоро». Речь идет о продаже складского комплекса и офисного помещения. «Украинян Шуга Кампани» является дочерней компанией, британской компанией EDNF «Маншуга». Одного из крупнейших в мире производителей сахара. Компания существует с 1787 года. «Сандоро» – один из крупнейших производителей соков, сокосодержащих продуктов и газированных напитков в Украине. С 2007 года принадлежит «Пепсико». На этом все. Вы смотрели «Слияние поглощения» в эфире «Первого делового». Оставайтесь с нами. Удачных вам сделок!